Победоносный голос И в течение всей этой недели Потому что у нас в гостях брат Чарльз Кэп, слава Господу И мы говорим о высвобождении силы Божьей в вашей жизни Это мы должны кое-что насчет этого понимать Я помню тот момент, когда это стало для меня жизненно важным откровением Ведь до этого я думал, что должен просто ждать Что Он что-то сделает в моей жизни А потом я узнал, что все это время Он, оказывается, ждал меня Он уже сказал Он уже сделал Он уже двинулся И сказал, теперь вы идите Вы говорите Вы делайте И все это время я ждал, что Бог сделает что-то со своей силой А Его сила уже была здесь Ожидая, что я сделаю то, что Он сказал о ней Активировать ее? Да, Чарльз, добро пожаловать на нашу передачу Я рад быть здесь Слава Богу Я уже сказал почти все, что собирался сказать Я начал это И теперь собираюсь расслабиться здесь А ты проповедуй мне и всем остальным нам Слава Богу Однако, прежде чем мы углубимся в это Хочу сказать серьезные вещи Передачи на прошлой неделе действительно мне послужили Я просто хотел, чтобы все услышали, как я это говорю Я при всех благодарю тебя Каждый раз, когда я оказываюсь рядом с тобой Моя вера назидается и становится более сильной в Господе Я благодарен за это Слава Богу Спасибо Я ценю это Мы будем говорить о намерении Слова Божьего И понимании намерения Слова Потому что очень часто люди пропускают намерение Слова Когда вы так делаете, вы пропускаете сказанное И вот почему Понимаете, мы говорили о терниях в саду, которые заглушают Слова Иисус, когда Он говорил об этом, сказал, что это заглушает Слово Божье Тернии, если вы сеете семена среди терний И Господь сказал мне однажды Разве ты не понял, что если ты будешь продолжать сеять добрые семена В течение долгого времени, то это заглушает тернии Иисус сказал, говоря о Царстве Божьем Он сказал, ищите прежде Царство Божьего и праведности Его, и все это приложится вам То, что заглушало Слово Божье и делало его бесплодным, было тем, что входило внутрь Другие вещи входят внутрь Это очень важно, верно? Это не заглушит его, если не войдет внутрь Если оно не может войти внутрь Чарльз, это не просто слово Это не просто Мирские заботы Это слово, входящее внутрь Это забота, входящая внутрь Это должно попасть внутрь, прежде, чем окажет какое-то влияние тем или иным образом, хорошее или плохое Верно? Да И без Слова Божьего эти остальные вещи войдут внутрь И он сказал, что это заглушает Слово Божье Затем вы открываете 6 главу Евангелия от Матфея, где он говорит о Царстве Божьем И он говорит, как все это входит И дает вам указания об этом Давайте начнем с 31 стиха Итак, не заботьтесь и не говорите Вот оно Я хочу, чтобы мы задержались на этом немного В другом переводе сказано Не принимайте мысль, говоря Он только что сказал, что Соломон во всей своей славе не одевался так, как одна из полевых лилий И они не трудятся, не придут, и Бог восполняет их нужду Он сказал Итак, не принимайте мысль, говоря Здесь говорится о том, что он оденет вас, если у вас будет хоть немного веры Затем он говорит Не принимайте мысль, говоря, что нам есть или что пить Что мы будем делать? Бензин стоит 3,5 доллара за литр Это я добавил Это перевод святого Чарльза Но он сказал Не принимайте мысль, говоря То есть он говорит, что вы принимаете мысль, когда вы говорите Высказываете ее Я хочу упомянуть то, что Глория сказала много лет назад Она сказала, мысли постоянно приходят в ваш разум Я верю, что именно она это сказала Но они умрут нерожденными, если вы не выскажете их вслух Не следует принимать все, что приходит в ваш разум И позволять этому оказываться внутри вас Иисус говорит нам кое-что здесь Не принимайте мысль, говоря Что нам есть или что пить Или во что одеваться Не принимайте любую мысль, говоря это Почему он сказал так? Потому что вера всегда будет переставать действовать, когда вы будете задаваться вопросом В этом нет веры Что мы будем делать? Цена на бензин больше, чем Бог Да, в этом нет ни грамма веры Народ израильский говорил Может ли он дать пищу в пустыне? И это раздражало Бога и ангелов Конечно, он дал им пищу в пустыне Но они также в пустыне и умерли И есть люди, которые говорят Ну да, но понимаешь, мы сейчас проходим испытания Проходим через пустыню в нашей жизни И это должно сделать нас сильнее Но как вы можете увидеть в Слове Божьем Это не сделало Израиль сильнее Это убило их Да, это не сработало, верно? Это убило их Если вы остаетесь в этом достаточно долго, это убьет вас Два человека, которые прошли через это, были сильны еще до того, как попали в пустыню Это верно Слава Богу, Чарльз Иисус Навин и Халев сказали Мы достаточно сильны, чтобы овладеть землей Давайте пойдем сразу Да Давайте пойдем и сделаем это Но из-за других Они оставались вне ее еще 40 лет Но когда они попали туда, Халеву было более 80 лет И он сказал Дайте мне эту гору с великанами Он твердо держался Как Иисус Навин своего исповедания 40 лет И нужно понимать, что есть непонимание в вопросе пустыни Испытаний и искушений, которые приходят к вам Все это не делает вашу веру сильнее Это не делает вас более духовными Если вы поступаете по Слову Божьему То действие на основании Слова Божьего сделает вас сильнее А не пустыня, испытания или искушения Эти вещи должны были похоронить вас и заставить вас сдаться Иисус сказал Когда приходят гонения, то такие люди отпадают Он не сказал, что это сделало их сильнее Он сказал, что они отпадают Поэтому если это Бог причиняет проблемы и приносит их То просто подумайте об этом таким образом Если бы проверки и испытания делали нас сильнее И совершенствовали бы нашу веру Тогда все мы были бы сейчас уже духовными гигантами Да, да, мы были бы Но это зависит от того, что вы делаете со Словом Божьим Я просто восхищаюсь Я тоже, да Но мы должны увидеть то, о чем говорит Иисус Вы принимаете мысль, когда ее высказываете вслух Не говорите то, что противоречит Слову Божьему Потому что это позволяет вам принимать мысль, которая не от Бога Сказано, не принимайте мысль, говоря Конечно же, он говорит о мыслях беспокойства Потому что оно заметно, когда мы говорим Что же нам делать? Что же мы будем делать? Я знаю, что я буду делать Я буду верить Богу о трех с половиной долларах Или о пяти долларах Или о десяти долларах на бензин Бог восполнил все наши нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом Именно таким образом что-либо попадает к вам в сердце Вы принимаете мысль, когда высказываете ее вслух И люди говорят Ну, я уже вижу, что у нас не будет денег к концу года Чтобы заплатить за наш дом И мы потеряем и дом, и машину Это уже наверняка И такие люди на пути к этому Потому что это в ваших устах и в вашем сердце И вы будете водимы той информацией, которую вы вложили сюда Чтобы принять неправильные решения И не Бог сделал это Это вы принимали неправильную мысль И посадили ее в своем саду В притче о сеятеле Иисус сказал «Сеятель сеет слово» Значит, Чарльз, у нас нет никаких отговорок Все это прямо здесь Это записано черным по белому Вся система Да Это не то, что... Ну, я не знал, как это сделать Вы могли взять тот один стих из Писания, который мы только что говорили И это учение, которое Иисус преподал там И понять, что это то, как вы ищете Это то, как вы функционируете как человек Если вы начнете поступать по образу того, как и что делает Бог То это сработает Он сказал, что если вы будете искать прежде Царства Божьего и Его праведности Того, как и что делает Он То вам будет необходимо принимать мысли и говорить их Но это правильные мысли, которые вы принимаете и говорите И именно это и значит искать прежде Царства Божьего И все это приложится вам Я слышал, как ты сказал однажды об этом же самом Это настолько просто, что вам нужна чья-то помощь, чтобы понять это неправильно У людей было много такой помощи в течение лет Высокоплачиваемая помощь, чтобы помочь нам неправильно понять это Мы собираемся говорить о намерении Слова Божьего И понимании того, что мы знаем о вере Давайте откроем прежде всего 18 главу Евангелия от Луки Если вы неправильно поймете намерение Писания Тогда ваша молитвенная жизнь будет хромать Вы будете хромать вхождении в вашей вере в Бога И давайте разберемся со случаем с той вдовой и неправедным судей Я так много раз слышал, как об этом проповедовали неправильно Поэтому я хочу, чтобы вы услышали правильные вещи об этом Давайте прочитаем эту историю Сказал также им притчу о том, что всегда должно молиться и не унывать Или не сдаваться Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился В том же городе была одна вдова И она, приходя к нему, говорила «Защити меня от соперника моего» Но он долгое время не хотел А после сказал сам себе «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь Но, как эта вдова не дает мне покоя Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне» Я слышал, как люди учат об этом Что она просто продолжала приходить и приходить Просто измотала его до того, что он, наконец, сказал «Я сделаю это, чтобы избавиться от тебя» И они учили, что Бог такой же Они сравнивали Бога с человеком, который не боялся Бога и не стыдился людей Но это дьявол Это не Бог Это совсем не Бог Иисус не учит нас так поступать и не говорит «Ну, просто измотайте Бога» Просто продолжайте молиться Я видел телепередачу, на которой проповедовала одна женщина Она сказала, «Я не такая, как эти проповедники веры» Я не могу просто помолиться молитвой веры один раз Я должна продолжать молиться и молиться Она молится словами сомнения И это подтверждает, что она в сомнении и неверии Я говорю сейчас о молитве прошения Конечно, есть ходатайственная молитва и другие виды молитв Но мне лучше не отвлекаться на это сейчас И они использовали этот пример, чтобы сказать, что Бог, что Иисус Учит нас просто продолжать и продолжать молиться Давайте посмотрим на это Она говорила, «Защити меня от соперника моего» Но он долгое время не хотел А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь» Но как эта вдова не дает мне покоя Он был только обеспокоен Он не был измотан Если бы она продолжала приходить, то, конечно, измотала бы его Мы говорили об этом в нашем рыбацком лагере однажды вечером Да Защищу ее, чтобы она не приходила больше Она пока еще не приходила больше Еще нет Но он уловил интонацию ее голоса И она не приходила туда со словами «О, если это вас не очень затруднить, не могли бы вы, пожалуйста, сделать с этим что-нибудь» Нет, она сказала, «Я говорю тебе, это приказ, защити меня от соперника моего» И это лишило его покоя Он мог видеть указательный палец этой женщины и слышать интонацию ее голоса Он сказал, «Лучше я сделаю это, иначе она будет постоянно приходить ко мне» Он больше не хотел ее видеть Да Ему и одного раза было достаточно «Если она продолжит приходить ко мне, она сведет меня с ума» И вот итог «И сказал Господь» Давайте услышим, каков был замысел этого «И сказал Господь» «Слышите, что говорит судья неправедный?» Он подходит под определение дьявола Это неправедный судья, это не Бог Бог ли не защитит? Давайте я прочту это все вместе «Слышите, что говорит судья неправедный?» Бог ли не защитит избранных своих? Он праведный Бог, а мы Его избранные «Вопиющих к Нему день и ночь» Они сказали, «Видишь, вот здесь вопиющих постоянно» Это значит день и ночь Что если сегодня вечером вы молились об одном, то завтра вы можете помолиться о другом? Речь не идет о молитве об одном и том же, это нарушает Нет, 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 нет Это нарушает все правила, которые Иисус установил на земле Это постоянное общение Бога и Его избранных Он обращается ко мне, и я обращаюсь к Нему Некоторые из вас думали «Ну, я больше не молюсь, потому что я не получил ответ на ту мою последнюю молитву» Вот что Он говорит вам здесь «Молитесь молитвой, верьте, что вы получаете, прославляйте Его за это и благодарите Его за это каждый день Но завтра у вас есть уже другая нужда А молитесь за это?» Вы молитесь день и ночь, но не об одном и том же У нас нет времени, чтобы углубляться в это, но изучайте то, что сказал Иисус Он сказал, что фарисеи думали, что будут услышаны из-за того, что много говорили Другими словами, просто молились о чем-то снова и снова В контексте можно видеть, что все подходит к такому моменту, что нам говорится «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре» Бог не неправедный судья Бог рассудит Своих избранных быстро Он подаст им защиту вскоре «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру, такую веру на земле?» Я говорю, да, он найдет Да Потому что мы учим людей, как получать истину и Слово Божьего И вот что происходит Люди научены неправильно И те, кто учат, не делают это для того, чтобы специально учить неправильным вещам Ведь они сами были научены неправильно Поэтому они учат этому Вера приходит от слышания, и они слышали неправильные вещи так долго, что поверили в них И это не делает то, что они слышали истиной Но они верят в них, и они учат всех, что эти испытания, проблемы и искушения для того, чтобы укреплять и совершать вашу веру И что Иисус говорит вам здесь поступать таким образом Но это совершенно противоположно тому, что Он говорит им делать Слава Богу Давай откроем еще одно местописание Мы сейчас выдергиваем эти тернии, которые удерживают людей Заглушают Слово Божье, чтобы оно не приносило плодов жизни людей Откройте 9 главу Евангелия от Иоанна Иисус, проходя, увидел человека слепого от рождения Ученики Его спросили у Него «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Для нас этот вопрос звучит глупо Мы бы подумали, как может человек согрешить в утробе своей матери или до того, как он родился? Кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? Но понимаете, евреи верили, что вы могли согрешить в утробе вашей матери Вот почему они задали такой вопрос Послушайте, что ответил Иисус Иисус отвечал Никто из них Вот ответ Вот ответ на это, прямо здесь Ответ на их вопрос Никто Никто из них не был прав Вы не правы в обоих случаях Это не был грех человека Это не был грех родителей Не согрешил ни он, ни родители его Давайте проанализируем это заявление Не согрешил ни он, ни родители его Это нельзя воспринимать буквально Потому что Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей Вы должны определить по этому контексту Он говорит о том, что ни грех его родителей Ни грех самого человека Не был причиной того, что он родился слепым Это то, что он говорит Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи Мне должно делать дела пославшего меня Люди говорят Видите, здесь сказано, что он родился слепым Чтобы Бог мог исцелить его Он сказал не об этом Давайте прочитаем это снова Ни один из них И когда он говорил Не согрешил ни он, ни родители его Иисус говорит, что это не был грех того человека Или грех родителей Мы знаем, что он не имел в виду, что они совсем не грешили Потому что это нарушило бы его собственные слова Поэтому он и говорит Что это не был грех кого-то из них Это не был грех того человека или его родителей Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи Мне должно делать дела Божьи Он говорит, если дела Божьи должны проявиться в жизни этого человека Я должен их творить Мне придется это сделать «Мне придется это сделать». Заметьте, что он сделал. Он говорит, «Да коли я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Современным языком здесь сказано, «Вот грязь для твоих глаз», так сказать. Никто не делал такого с этим человеком прежде. Он думает, «Понимаете, это эффект плацебо для этого человека». Дело не в том, что не было других причин. Но такого никогда не делали раньше. И этот человек подумал, что-то произойдет. Это был способ вдохновить веру этого человека, что с ним происходит что-то, что никогда не происходило раньше. И, конечно же, могло быть, он мог почувствовать помазание, когда Иисус помазал ему глаза. «И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся и пришел зрячим. Теперь дела Божьи проявились в его жизни, и он уже больше не слепой. Он не был слепым для того, чтобы в его жизни могли совершиться дела Божьи. Но Иисус сказал, «Ничего из того, что вы сказали, ни то, ни другое не верно». Он не сказал, что именно было причиной. Это мог быть врожденный дефект. Это могло быть что-то другое. Но не нужно пытаться прочитать в Писании то, что противоречит Слову Божьему. Понимаете, именно так вы различаете намерение. Не нужно иметь ученую степень в области ракетостроения, чтобы понять, что Иисус не будет говорить что-то, противоречащее Своему Слову. И когда Он сказал, «Не согрешил ни он, ни родители его», это значит, что это не был грех того человека или его родителей, который привел к этому. Но Он сказал, «Если дела Божьи должны проявиться в нем, я должен делать их». И Он совершил дела Божьи, и после того, как Он совершил дела Божьи, человек мог видеть. Грех не был здесь ключевым вопросом. Нет. Нет, нет. Дела Божьи были ключевым вопросом, верно? И понимаете, люди говорят, «Ну, я согрешил, я знаю, что Бог, что-то плохое случится со мной». Это осуждение от дьявола. Да. Покатись, и все станет так, словно это никогда не происходило. Но теперь посмотрите. Тут человек также представляет Израиль. Израиль был слеп. Не потому, что Бог ослепил их. Большинство людей думает, что это так, но мы разберемся с этим на следующей передаче. Но это потому, что они сами закрыли свои глаза. И когда Он пошел и умылся в купальне мира, именно это и значит слово «села», «мир». Это омытие водой Слова Божьего. И когда Израиль омывается в воде Слова Божьего, то больше не будет слепым. Это ключевой вопрос здесь. Грех совсем не был здесь ключевым вопросом. Бог вот кто главный в этом случае. Его служение является здесь главным. Исцеление этого человека является здесь важным аспектом. Да. И затем, конечно же, Он никогда не делал того, что не было истиной на сто процентов. Он пришел послужить не просто одному человеку, но Он сказал, «Я пришел послужить всему Дому Израилеву». И это ключевые вещи. И Он взял их мышление и перевел его от мышления категории греха, от того, о чем они думали здесь, к тому, что было ключевым для них, чтобы они научились и думали об этом. Но затем мы взяли и сделали то же, что и они. И сосредотачивались на грехе, вместо того, чтобы сосредотачиваться на исцелении. Да, и это крадет веру. Если люди верят, что рак от Бога, и что это пришло к ним из-за греха, это крадет вашу веру. Они привязаны к этому до тех пор, пока они освободятся от этого, пока их глаза не откроются. А сделать это вы можете, омываясь Слове Божьим, в том, что Слово Божье говорит, и вы выходите из Слова Божьего зрячими. И вы узнаете, что эта болезнь была работой дьявола, а не Бога, и что Бог не является автором рака. Сидя здесь, мы не заметили, как наше время подошло к концу. Я так увлекся тем, что ты говорил. Нам показывали все, все. Мы вернемся через минуту. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Я знаю, как насыщенно это было для вас сегодня. Я так глубоко погрузился в это. Серьезно. Я не знал, что наше время уже подошло к концу, пока не начал понимать это. На этих передачах мы успеваем лишь в общих чертах коснуться всех этих вещей. Именно поэтому Бог дал нам такие инструменты, как книги, в которых можно углубиться в детали. И сегодня мы предлагаем вам заказать для себя нашу книгу. Вся необходимая информация сейчас на вашем экране. И мы предлагаем вам заказать ее не потому, что мы занимаемся продажей книг или еще чего-то. Просто книги. Является тем инструментом, благодаря которому вы можете получить детальное наставление. Вы можете перечитывать их снова и снова. Обращаться к этим местам Писания и говорить. А что об этом сказал Иисус? И вы возвращаетесь к этому и смотрите. «О, да, я вижу, хорошо, да». И каждый раз, когда вы это делаете, ваша вера становится сильнее. Каждый раз, когда вы это говорите, ваша вера становится сильнее, сильнее и сильнее. Поэтому зайдите на наш сайт, или позвоните, или напишите нам, и закажите для себя эту книгу. Хвала Господу. До завтра. А пока помните, Иисус – Господь. Иисус – Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok